Задолбалась я с этими книжками и постаментами, откровенно говоря. Надо, видимо, ещё и настольный штатив покупать. Ещё я заметила, да, здрасте, дорогие зрители, что вам нравятся опросики у меня. Особенно нравятся опросики, в которых вроде как говорят, кто-то захотел с Лёлей встретиться, уговорил Лёлю на... то, чтобы Лёля где-нибудь там подумала, согласилась на эту встречу, а потом облом. Ну, да хрен с вами. Больше не соглашусь на такую хинею. В третий раз точно нет. В общем, видео о пустых баночках. Чуть была не сказала, пустой видео о баночках. Ну, можно сказать, пустой видео о баночках. Сначала я хотела поставить штатив у кровати, и там 4 раза пыталась, и всё, что-то никак не нравится. Мне там неудобно совершенно, и а то в кадр не попадают, и ещё что-то. Тут я еле-еле была книжек нужного размера, чтобы поставилась. Наверное, у меня всё равно по физиономии срежется. Так что вы как хотите, но это, наверное, последний видос в таком виде. Если кому хочется такой видос, подарите мне настольный штатив. Мужику, который что-то там пишет по поводу моей красной помады. Мужик, не помню, как тебя звать, Гена вроде, если не путаю. Гена, крокодил был Гена. Мужик, Гена, если тебе не нравится моя помада, подари мне ту, которая, тебе кажется, мне подойдёт. Если же ты думаешь, что... Как ты там написал кому-то, я читаю ваши комменты. Да, правда, мне теперь намыло что-то... С 21 июня мне перестали приходить комменты намыло вообще. Ни на Google, ни на Яндекс. Ну и, в общем, я читаю уже только если зайду на канал на свой. Кому-то там он ответил, что типа, и чё, я типа буду доорить, с какой радостью, всё в таком духе. Я типа только могу советовать. Ну, если ты только можешь советовать, то засунь свои советы себе туда, куда хочешь. Пожалуй, начнём. Баночка у меня в этот раз очень мало. Внезапно очень мало. Одна ещё даже не закончилась, но я решила, что... Когда-то она отдала, что всё-таки закончится. И, пожалуй, сейчас я с неё начну. Вот такая вот замечательная баночка. Косметика Кора продаётся исключительно в аптеках. Я не знаю, может быть, ещё где-то, но моя тётя покупает в аптеке. Ей вообще её дали год назад в подарок, но так как у неё кожа слегка другая, то она подарила мне. Такое счастье стоило 322 рубля вообще. Вот тут хоть уже практически всё стёрлось, и вы, наверное, не увидите, но вот оно действительно так стоило. 160 мл тут после вскрытия живёт 12 месяцев. Вот оно уже доживает свой 12 месяц. Срок годности с даты изготовления 24 месяца сделано 06.2016. Она как раз мне где-то в июле, наверное, может быть, и отдала, потому что я тогда ещё вроде как уже подавала попытки избавиться от не очень честной яньки нашей, в смысле сиделки одной. И пыталась уже как-то, всё равно приходилось заменять её. В общем, как раз к тому моменту, как я начала сама, типа сиделкой быть для своей бабуси. В общем, что это у нас тут такое? Это у нас смут для очищения и проблемной жирной кожи с пребиотиком. Себоконтроль, успокаивающие, увлажняющие действия, активные ингредиенты, блин, лактулоза, салициловая кислота, зверобой череда, фиалка трёхцветная и шалфей. Слушайте, очень классная пенка, очень-очень, ладно, не пенка, мусы, очень-очень редко, когда сушила кожу. И вот там мне кто-то в комментах писал, что вот у меня кожа там такая шикарная с последнего видео, где я что-то хаваю. Вот это как раз благодаря ей. Кстати, я что ещё заметила, вот там мне все, кому не лень, кому лень, видимо, не знаю. Ну вот те, которые вот увидят у кого-нибудь бородавку своей целью жизни, решат, что вот надо ткнуть человеку в эту бородавку, а то человек не знает, наверное, да. А мне тыркали, что вот у меня там лицо блестит, то-сё. Я смотрю вот эти даже, у меня тут старый каталог ещё с момента, когда у меня Лёнка была в гостях в Угличе, которая Елена Снегирева, которая канал Собсни, которая моя подружка Ирла Реаль. В общем, в этом моём новском каталоге что-то там лежало, что типа, чтобы ваша кожа блестела. У кого-то я краем глаза видела на ютубе ролик, где там бальзам у меня такой из-за губ от Насти Зарецкой. От Мэйбелин Бэби чего-то, Бэби Липс, что ли. Чтобы ваша кожа блестела, замените какую-то фигню, я не помню, как она называется, может, хайлайтер, хайлайтер. В общем, какая-то такая фигня косметическая, женщины должны знать, как она называется. Я мужчина, наверное, в этом плане. Что надо провести, вот оно будет блестеть, там этим любым блеском можно провести по щекам, и они будут блестеть. В общем, какая-то фигня, делающая кожу лица блестящей. Это вопрос тогда на засыпку. Если у меня кожа лица блестит, потому что она местами жирная, то зачем люди добиваются такого же искусственными средствами? Или я что-то не догоняю в этой жизни. В общем, оно действительно, в общем, как-то, я и даже пыталась какие-то бальзамы в блеске, не знаю, смывать. Ну, конечно, оно не очень хорошо смывает, тупо вот, оно смывает, но липкое остаётся. А вот чисто как для умывания и очищения, очень классная вещь. В общем, я, у меня, правда, ещё пока есть две пенки, полторы пенки из Беларуси, которые я привезла, и которые Настя Сарецка мне прислала в поменяшке. Обе эти, по-моему, модума, или что-то в этом роде. Ну, в общем, одна-то у меня вот из этой серии. Тут ещё есть молочко, она ещё не пустая баночка, модум. И опять забыла глянуть, во сколько времени начала трепаться. А это вот у меня колпачок стабильно был. Блин, вот так вот оно стояло, и оно вот, я даже сейчас попробую. Ой-ой-ой, вот, вот, я думаю, видно было тут вот этот мусик. Ну, вообще, он тут уже совсем действительно чуть-чуть осталось, ну, может, вот так вот, может, вот по эту наклеечку, вот как начинается наклеечка, там ещё есть, ну, до конца месяца как раз осталось несколько дней, вот её как раз и хватит. Я ей каждый день умывалась, иногда по два раза в день, иногда по три раза в день, иногда, когда жарко, ну, вот как вообще, её действительно хватает на год, вот, свои 12 месяцев она изживает после вскрытия. И, в общем, очень классная вещь, и когда у меня закончатся мои пенки, я, конечно же, себе, наверное, приобрету в аптеке, буду смотреть. Тётя у меня вот несколько лет уже пользуется какой-то косметикой, там, ну, вот эти крема и прочее, вот именно вот этой коры, кора. По-моему, это вообще русская косметика, фитопром, ну, тут наклейка эта вот с ценой, ну, 3О, фитопром называется, противопоказания индивидуальной непереносимых компонентов. Ну, и тут вот небольшое количество мусса, нанесите на влажную кожу, легко помассировать, смыть водой, нанесите тоник для жирной и смешанной кожи, ну, это уже, видимо, бонусом как. Тоника у меня нет, тоники у меня другие. В общем, очень-очень классная вещь, и я думаю, что своих денег стоит. Допустим, у той же Гринмамы есть там какой-то пенка-мус, тоже за 300 с чем-то, ещё до подорожания, не знаю, сколько она сейчас стоит, 316 она год где-то назад стоила, 150 миллилитров, ну, тут 160 миллилитров. И мне той пенки хватало месяца на два, а вот этой на год. Я тут наклонилась. Тот пакетик, про который я говорила в каком-то своём видосе, что я про него расскажу. Я как-то зашла в нашу эту пятёрку, увидела там крем-суп, три по цене двух или два по цене трёх, ну, как-то они по скидке были по акции, я купила три штуки, и мне они вообще по 6 рублей вышли. У меня один сейчас в деревне, один я вчера доела, и один я, это самый первый, который я вообще варила. В общем, слушайте, очень классно. Это Галина Бьянко у нас, Бланка. А я её Бьянко обозвала. О, хрен с ней. Гороховый крем-суп по-голландски, без глутомата, наотрез, с натуральными травами и спецами. Но вот там был ещё какой-то типа грибной в продаже. Я тогда увидела, когда ещё куриный, куриный мне не достался. Оставался на витрине только ещё грибной. И грибной был, ну, слишком такой химический. А тут я считаю, что состав ещё такой вполне себе меняемый. В общем, состав. Гороховая мука, пшеничная мука, овощи, скобочков томаты, лук, морковь, чеснок. Вот я, ну, эту морковь там учуяла. Даже увидела, она такими квадратиками была. А, видимо, томаты, лук и чеснок настолько размолотые были, что я их не заметила. Это вообще, можно сказать, веганский супчик, потому что мяса тут нет. А я очень люблю, на самом деле, этот гороховый суп. Сто лет его не... Сама вообще ни разу не варила. Всё, естественно, мечтала эту гороховую кашу, чтобы мне кто-нибудь сварил. У меня бабушка её всё расхваливала. Оказалось, что гороховая каша – это тупо переварённый гороховый суп, как мне потом объяснили. Я тут даже гороха себе купила, потому что мой, оказывается, слела моля. Я всё не могла понять, откуда у меня моля летает. Если я всё, что можно, сожженная моля, выкинула уже почти, ещё с прошлой осени. Короче, тут соль, экстракт, дрожжи. Не знаю, нахрен, а тут дрожжи. Сахар, подсолнечное масло. Вот тут было подсолнечное масло, там было какое-то масло неведомое вообще. Травы, специи, укроп, лавровый рис, петрушка и куркума. Вот, кстати, укроп с петрушкой было видно, и даже кусочек лаврика мне попался. Куркума без понятия, как выгодить, поэтому не знаю, была она там или нет. Ну, в смысле, есть, что добавлено-то ясно, но в каком она виде там была, не знаю. Экстракт растительных белков содержит соль. Ну, в общем, белки соевые, ароматизатор сельдерей содержит сельдерей, регулятор кислотности, лимонная кислота и красители сахарный кольяр 4, экстракт паприки. Ну, думаю, что, в принципе, вот нормальный такой состав. Слушай, за 6 рублей вот такое чудо. Мне его, кстати, вот тут даже скажу, высыпать в содержимое пакетиков 750 мл холодной воды, тщательно размещать, довести до кипения и варить 10 минут на среднем огне, периодически помешивая. Мне его где-то, ну, дней на 5 хватило этого супа. Очень классный. Так, я достаю, я достаю заленкий делик с нашей последней, по-моему, встречей в реале. Это крем-гель для душа, смягчающая, бережная работа с тудничным соком и молочными протеинами. 250 мл. Номер 83-94, если вдруг кому надо. Как я поняла, это у нее из запасов, из закромов родины, может быть, его уже и нету, не знаю, есть или как. Ну, кремовый такой вкусно пахнущий гелик, не особо пенился. Ну, я бы такой не купила себе, вот на повтор. Но вот чисто попробовать, побаловаться, очень даже ничего. Спасибо Аленке большое за возможность попробовать, конечно. До сих пор пахнет. Он у меня буквально вчера закончился, я его вот уже вот так вот перевернула. Ну, перевернула я его где-то вот, когда его где-то 1 треть осталось. И он вполне себе весь стек, учитывая, что у нас сейчас воды горячей нема до 2-го, 0-7-го. И приходится греть и с тазиком, и кружечкой. В общем, очень классный гель в этом плане, но то, что он все-таки не дает эту большую пену, которую Леля так любит, в этом ему троечка. Ну, а так, ну, действительно, он домой, все такое, кожа пахнет там приятной этой клубничкой. Вот у меня тут Аленка мне дарила такую полосочку, я ее использовала на подбородок, я вообще не представляла, что там меня ждет. Оно так конкретно все высушило, я отдирала прям. Самой полосочки-то, по-моему, у меня уже нема, только пакетик. Ну, такая я, может, надо было, конечно, на нос там, на лупы еще. Ну, нос у меня, в принципе, это, на тот момент был саги без плечей, а тут у меня был малюсенький прыщичек. Такой вот, раз в месяц иногда вылазящий. Я думаю, намек понятно, что обозначает, да, и тут масло мануки у нас. Не знаю, масло, и как масло, что оно там устраняет. В общем, написано, что быстро очищают пуры, устраняют черные точки, способствуют сужению пуры. У меня черных точек никогда не было, вообще не представляю, что это такое. Но этот прыщичек, он мне подсушил. Вместе со всей остальной кожей тоже. Так, пришлось увлажнять. В общем, я думаю, для жирной кожи эта штука подойдет. Спасибо, Аленке, за возможность попробовать. Вообще, не представляла, что это такое. Этот Фаберли, кстати. И если сейчас найду, то скажу номер. А может, не найду. А нет, нашла. 0886. Снова Фаберлик. У меня вот закончились духи от Аленки. На, по-моему, неполный мне тогда отдавала. Каори. Для меня они вот почему-то пахнут классической Пурбланкой. Вот, что не говорите, классическая Пурбланка и все. Вот та, которая лет 10-12 назад, которая у меня стоит там еще во флакончике, до сих пор не выдохлась. И точно так же один в один пахнет. Ну и что, классическая Пурбланка. Номер не скажу, что тут номера немало. У меня даже вон уже подстерлось это само слово Фаберлик. У меня не то, чтобы закончился. Тут где-то одна треть осталось, но он стал загустевать. Это лак от Эйвен. Эксперт, там что-то 5 в 1, 4 в 1 фиг знает деланного Франции. Тот, который такой розовый, под лак наносится, и лак на него наносится. От Алены О, которая, по-моему, канал закрыла, не знаю, восстановила она или нет. Но ВКонтакте, по-моему, она уже давно самоликвидировалась. Короче, пропала она со связи. То, что она, по-моему, мне посылала как раз после того, как выиграла у меня конкурс. Да, там кто-то что-то вякал по поводу конкурса. Когда у вас год там каналу, сколько-то лет каналу, день рождения канала. Да, вы должны сделать конкурс. Скиньте мне что-нибудь на этот конкурс, чтобы я вам должна была. Тогда я сделаю. Короче говоря, это было, когда я тогда велась на всё подряд. Правда, я тут недавно тоже повелась на встречу в реале. В эфире, в локже. Ну и, в общем, ничего такого сказать не могу. Если на него поверх наносить лак, то кто-то мне писал в каментах, или я где-то просто читала у кого-то в каментах, так что это как бы обезопасит ваши ногти от въедания этой краски цветного лака. Вот действительно вот в этом он помогал. Но не особо я что-то не заметила, чтобы он что-то там выравнивал или ещё что-то. Вот этот вот товарищ мне больше нравится. Вот первые три дня я наносила постоянно, и у меня что-то ногти ещё как-то это отламывались. А сейчас фу-фу, тук-тук. Оно уже, ну, нормально, короче. У меня там из, допустим, шести ногтей, только один пока ещё чуть-чуть показывает признаки, что он... Сейчас помару. Так. И внезапно, люди, прикиньте, у меня все эти баночки это усёк. Больше нет у меня баночек нафиг, блин. В этот раз у меня действительно очень мало баночек. Я вообще думала один крем показать, но там он, оказалось, ещё не закончился. Даже и близко, не рядом. Так что вот такое слегка болтологическое видео. На самом деле у меня очень хорошее настроение, если кто-то там будет вякать в камень, так что я опять приперлась с негативом. Я приперлась с работы. Купила себе новые балетки. Велин. Такие же примерно, как у меня были чёрные, только на чёрных шесть разиков, а тут три на каждой. Юбочку себе купила. Роллы себе купила. Роллы я уже сожрал. Скушал, ладно. Постараюсь я, наверное, записать этот там листающий АСМР со стучанием. Мне там попросили в речке, типа, постучать. Может, ещё как-нибудь пожру на камеру. Но не знаю, когда. У меня сейчас в приоритете несколько иные дела. В общем, если вы досмотрели до конца, то вам большого, прекрасного настроения шлю в ответ. Ну, там ещё чего-нибудь такого хорошего. Ну, и спасибо за просмотр. Всем пока!